100 миллионов гривен – такова сумма долга Запорожского электровозоремонтного завода. Сейчас он переживает не самые лучшие времена, рассказывают сотрудники предприятия. Добавляют, есть проблемы и с выплатой зарплат. Чтобы разобраться в ситуации, люди вышли под стены обл. администрации. Что из этого получилось, знает София Пшиперовская. Дайте работу! С такими лозунгами и плакатами полсотни сотрудников Запорожского электровозоремонтного завода вышли под стены обл. администрации. Рассказывают, не видели зарплат уже несколько месяцев. Финансовые трудности на предприятии связывают с частой сменой руководства. Все обещали, да, они говорят, что будет все хорошо, все обещаниями заканчиваются, ничего не происходит. И в этом году закрывают все, закрывают лагеря, закрывают базу отдыха. То есть у нас вредная работа, мы никак не оздоравливаемся. А что делает руководство? Приезжали замминистров или кто там, обещали нам пятидневку, загрузить работой. Чтобы мы с улыбкой ходили на работу. И все. Пятидневки, трехдневки, работы нет. Просто уже сил нет. И обещают они нам с дня на день, может быть, частями 30% какой-то зарплаты. Отчего 30%? И куда ее усунуть? Заводчане рассказывают, ЗРЗ в прошлом – единственное предприятие в Украине, которое специализировалось на ремонте электровозов, тяговых двигателей, якорей и колесных пар. Однако сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, говорят сотрудники. Все претензии участники митинга изложили на бумаге. Обращение передали в обл. администрацию. В обращении написали, что трудовой коллектив ЧАОЗР спросит донести до сведения министра инфраструктуры Украины и премьер-министра о том, что какие дела у нас делаются на заводе. Но первое в том, что у нас в последнее время очень часто начал меняться директор. То есть за три года, насколько я понимаю, это уже четвертый директор. Трудовой коллектив в конце концов хочет, чтобы была пятидневка, чтобы была нормальная зарплата, чтобы не было задержек по зарплате, чтобы закончились эти всякие слова красивые, чтобы кто-то что-то начал делать. В свою очередь новоназначенный директор Олег Винник уверяет, митинг организовал его конкурент, который также претендовал на должность председателя правления. Все происходящее называет спекуляцией. Рассказывает, приступил к должности всего 10 дней назад и уже сейчас пытается наладить экономическое состояние завода. Мы сейчас заключаем договора, часть из них уже заключены с Укрзалезницей с дорогой на сумму 272 миллиона гривен. С завтрашнего дня мы планируем планово выплачивать заработную плату на предприятие. То есть у нас никаких задержек по заработной плате нет. Мы оперативно договорились с руководством Укрзалезницы о предоставлении нам 30% аванса по заключенным договорам. То есть эти средства нам позволят полностью закрыть вопрос по заработной плате и закрыть вопрос по закупкам материалов и комплектующих. В обл. администрации пообещали разобраться с ситуацией. Сотрудники надеются, что проблема решится в ближайшее время. В свою очередь руководство предприятия обещает вернуть заводу прежний потенциал.